здравствуйте сегодня у нас будет очень интересный маникюрчик по просьбе моей подписчицы она меня просила сделать маникюр с пластинами flower от сиси и сиси фирмы на сегодня будут пластиночки номер 1 и номер 3 тут как бы ну не все могут разобраться что тут делать какой-то смысл в этих пластинах в общем меня подписчица попросила сделать с ними маникюр у меня их несколько сегодня буду использовать третью и первую чтобы не тратить ваше время я уже нанесла гель-лак китайский гель-лак вена лиса обратите внимание он очень хороший мне он очень нравится а я уже с ним ходила и делала маникюр с красным у меня есть видео обзор на эти лаки оставлю на них ссылочку в конце видео сегодня я делала базу от в окне розовую значит она такая слегка розоватая смотрите очень густая тоже каучук вы как и коди я очень люблю коди сегодня решил попробовать бог и я использовала для укрепления ногтей вот эту пудру или 99 я вам показывал уже ее видео у меня есть как укреплять ногти вот с этой вот пудрой дешевой тоже скис китая s flow но мне больше я сейчас вот эту использую она подороже но она мелко зернистая ее не нужно потом бафить то есть это оставляет такую зернистость на ногтях а вот это не оставляет она дороже но я рекомендую вот эту а ссылки оставлю на обе потому что ну это намного дешевле ссылочки оставлю под видео очень хорошо держит гей лак если вы сделаете с пудрой и ногти не ломаются потому что они становятся более крепки поэтому всем советую ведь какие ногти длинным я сейчас потому что уже укрепляю акриловой пудры ну что с липкий слой здесь есть я уже его сняла сейчас липкости нет на ногтях сейчас приступаем будем покажу как пользоваться этими пластинами в плане как можно использовать эти дизайны сейчас это очень модно когда можно использовать несколько слоев в стемпинге я думаю что начнем с безымянного пальчика я сюда сделаю птичку сначала сделаю веточку цветочную вот эту вот возьму нежно-розовый born pretty и нужен прозрачный штамп чтобы видеть как вы переносите берем вот эти два цветочка вы не обязательно должны использовать все слои которые тут предлагаются это на ваше усмотрение на вашу фантазию так она не совсем снимается я потом подправлю так сейчас секундочку так вот лишняя потом палочка сниму если что мне понравится так пластины такие скользкие до конца не стираются не пугайтесь сами себе они совсем другой текстуры эти пластины так теперь я беру рамочку для ну как бы обвести цветочек я возьму тоже born pretty потемней видите немножко потемнее берем черный я не хочу сейчас вот в цветочках используют тоже делают как бы цветущий цветок не хочу я использую черный не коричневый в этом случае вот такая получилась веточка посмотрите мне нужно на эту цветущую веточку посадить птичку птичка у нас уже из 2 пластины flower 03 переносим птичку теперь так сейчас я буду использовать вот эту птичку вот эту птичку для этого мне понадобится хочу взять вот такой born pretty бронзовый вы используете любые какие у вас есть лаки я вам покажу просто какие вот как я хочу сделать а вы сами там смотрите какие у вас лаки если от этого варьируйте цвета для птичек цветочек можете вообще сделать все в двухцветном варианте там красный черный например покажу вам свой вариант сейчас я просто подумаю как мне посадить тут лучше бы она влезла а все равно нас найдет конечно цветок потому что ноготь он не лист ой бесконечный сейчас я посмотрю как лучше посадить она влезла вообще так теперь чтобы она была видна мы сделаем ее в черный контур сама птичка чтоб читалась мы сделаем черный контур вот у нас контур черный мы берем опять born pretty вот он контур вот так вот получилось у нас птичка а сейчас я вот клювик вошел возьму палочку и сниму здесь там где у меня попало немножко это же у меня гей-лак я могу подтереть лишнее то что у меня испачкалась хочу еще точки белые поставить сейчас еще точки поставим смотрите я сейчас хочу две точечки поставить нет одну точечку одну вот где цветочек потому что тут серединка я хочу ее обозначить я просто возьму сейчас дотс найду какую нибудь а просто маленькую точечку в цветочке хочу поставить вот так вот смотрите безымянный сейчас посмотрим камера настроиться или нет пока сохнет а вот у нас получился безымянный пальчик на нем сидит птичка такая вот а-ля сакура цветущая а я хочу на мизинчик сейчас сделать жучка какого-нибудь чтобы как бы птичка смотрится так таким вот взглядом на жучка съесть его не съесть поэтому смотрите она смотрит влево и здесь я сделаю жучка чтобы у нас тоже был какой-то смысл да в маникюре да они просто так налепили от балды я так не люблю сейчас я уберу лишние лаки чтобы они нам тут не мешались давайте сделаем на мизинчик на мизинчик мы сделаем сейчас я подумаю жучка жучка вот этого сделаем жучка у меня как раз очень красивый цвет зеленый сегодня вообще классно такая возможность попробовать побольше цветов маникюр позволяет он такой как раз майский жук я хочу сделать вот этого жука с пластины 03 на мизинчик он конечно у меня тоненький целиком может не поместится ну что на мизинце надо что-то лепить давайте мне нужно жук а тут жуки все крупные попробуем все-таки сделать так серединку сначала делаем правильно сейчас я что-то соображу я правильно делаю то да серединку все правильно тут надо тут еще надо это самое тут пока еще подумаешь в начале переносить что нет ой штамп не почистила вот сейчас я попробую вместить его сюда вот он жук кстати вполне себе поместился майский жук и получится что птичка на него смотрит цвет очень подходящий все ссылки на я оставлю потому что этот цвет с шиммером мелкими они все знают что такое шиммер это мне больше нравятся блестки микроблестки в лаке это отдельные там лаки сейчас у born pretty вот он тоже с микроблесточками отдельные ссылки они не продаются в классическом наборе как вот эти да да вот это классический вот born pretty классический а вот эти они в отдельном наборе продаются я на них ссылки оставлю если захотите так давайте вот смотрите эту часть мы с вами перенесли теперь мы сделаем ножки и серединку так как сверху ножки черненькие будут тут особо у нас сильно не перекроется даже не знаю то ли белые давайте белые сделаем серединку белую вот они видите все вам тут не очень будет белое видно я когда буду фотографировать в конце я сниму все детали маникюра вообще сильно не заморачивайтесь если вы там что-то чуть-чуть где-то смазали ничего страшного это эффект рисунок эффект акварели должен быть если вы чуть-чуть там промазали с контуром это ничего страшного в живописи это допустимо вы не компьютер вы художник считаете что вы художник если чуть-чуть вы где-то там не попали не надо то все стирать и с ума сходить то есть это нормально это допустимо слегка даже я люблю когда немножко сдвинут рисунок в плане второй слой это нормально это это вам не наклейка это как сказать хендмейт да поэтому не заморачивайтесь сильно не расстраивайтесь все равно тут все равно будет красиво чтобы вы не сделали тут все равно будет красиво так что не переживайте палочкой я говорю можно подтереть если вам где-то что-то не нравится так подправили и все в это в жидкость для снятия капнуть палочкой и подправьте но это с учетом если вы делаете на гейлак конечно если вы делаете на обычный лак ошибки там недопустимы потому что вам придется все смывать поэтому советую вот с этим так как это сложный все-таки дизайн все равно тут надо несколько слоев и ни один не ошибиться лучше делать на гейлак чтобы если что вы все стерли вот видите у нас здесь получилось 4 слоя лака то есть 4 цвета лака стемпинга и 5 я поставила дотсом в рисунке использовано 5 цветов стемпинга розовый темно-розовый медный черный и точка белая здесь будет 3 зеленый белый и черный ой куда я машу то на габалда мне же контур нужен вот смотрите как хорошо так сейчас вот и жучок посмотрите какой милый жучок вот он все у нас птичка смотрит на майского жука так смотрите уже два пальца сделали но вы сразу готовьтесь что это не за 5 минут вы не сделаете но зато у вас будет прикольный маникюр который вообще все будут общать внимание то есть если у вас есть время выходной сегодня вот допустим воскресенье у меня есть много времени я знала что я сяду спокойненько все сделаю так ну смотрите теперь переходим к среднему пальцу значит что мы здесь будем использовать здесь у нас тоже будет птичка а она у нас будет смотреть уже в другую сторону вот эта птичка то есть это смотрит в эту сторону а это я хочу видите они в разные стороны вот здесь кстати тоже все птицы смотрят в одну сторону и только вот это в другую я хочу чтобы она вот здесь была и здесь будет другой боже коровку сделаем чтобы у нас был смысл какой-то в маникюре не просто так а чтобы птички смотрели на жучков для этого нам понадобится сначала мы сделаем вот эту коричневую ветку она здесь и есть к этой птичке видите она так и есть для этого у меня коричневый только один это вот этот никульдайри и хочу вам сказать что вот эта пластина вы не вы сильно не жмите на нее а слегка перекатом потому что она все она грязь часть грязи но остается вы заметили она уже на пластине если вы слегка нажмете она перенесет только рисунок стемпинга а не то что вы испачкали пластину поэтому сильно чтобы всю грязь не собирать не нажимайте старайтесь ну вы попробуйте дома потренируйтесь у вас все получится все посмотрите вот я перенесла ветку по моему очень красиво ровненько сейчас мы сюда посадим птичку чтобы она смотрела на указательный пальцы вы вообще как вот ваша фантазия тут вот куча птичек куча жучков вот как хотите так и лепите я советую на листочке сначала попробовать лучшее сочетание советую делать все таки на гейлак чтобы вам знаете бывает не нервничать я вот знаю все что я сотру и все будет хорошо потому что тут конечно нужно аккуратно все переносить стараться более-менее да так значит теперь у нас вот такая птичка сейчас я подумаю какую лучше цветом сделать сейчас чтобы она была все таки яркой сейчас девочки подумаю подождите вы знаете я возьму вот такой я возьму вот такой цвет будет а-ля снегирь пусть будет как снегирь а делаем ну вот таким вот красивым это из матовой коллекции born pretty так 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 где он птичка вот она нужно все заполнить здесь вот видите грязь немножко осталась я сейчас не буду трогать я потом сотру если попадет я сотру вот смотрите как хорошо села птичка сейчас я возьму немножко подотру ничего страшного хвостик подотрем вот и все все отлично и теперь делаем контур черным 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 ой забыла сказать все время спрашивают значит это у меня сегодня из Китая с Алиэкспресс вот эти вот ссылочку оставлю очень крутые салфетки без ворса очень крутые хорошие просто я считаю что самые лучшие но не дешевые конечно 300 рублей они стоят сделаем 360 штук ссылочку оставлю кому нужно вот они у меня тут лежат справа так так это каждый раз спрашивают где какие что все девочки делаем контур черным отлично супер-супер-супер-супер девочки это супер вот у нас вторая птичка то что я хотела то что я задумала получилось да все хорошо все хорошо сейчас лишнюю грязь уберем я очень довольна даже руки сегодня чистые обычно от стемпинга все пальцы грязные сегодня чистые вот так вот буду покрывать сегодня двумя топовыми покрытиями потому что сложный рисунок 4 наслоения 3-4 буду все-таки покрывать двумя топами чтобы защитить стемпинг сразу говорю потому что много слоев на гель-лак простого лака да и ногти будут крепче так теперь берем указательный указательный мы опять делаем жука жук у нас будет божья коровка девочки для этого нам понадобится красный born pretty беленький будем тоже использовать и черненький вот он у меня под руками так красный хороший в born pretty хороший красный у него так 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 надо тут главное не запутаться что нам вначале делать сейчас сейчас я подумаю так все сначала делаем вот этот да основной фон пока все идет хорошо даже не ожидала думала буду по сто раз переделывать нет нет все хорошо под фушек не сглазить вот он у меня красавчик сейчас думаю как посадить то лучше так теперь теперь делаем черный контур так девочки не черный контур это я неправильно сказал какой черный контур мы еще должны белые точки поставить божьи коровки нет 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 вот тут главное в слоях не запутаться белые вот эти две точечки с маленькими точечками смотрите белые хорошие пигментации у born pretty и он виден хорошо даже там где красный был фон у нас да он все равно хорошо отражается вот эти маленькие точки все хорошо у нас отразилось замечательно теперь завершающий черный контур черный делаем под конец вы можете делать не обязательно черный можно коричневый контур можете как вот с этим у меня вот с этой веткой здесь у меня не черный контур здесь у меня просто темно-розовый на светлый розовый это как вообще ваша фантазия включится то есть это пластина для людей с фантазией творческих а кто хочет вот сидеть вот так заморочиться сделать интересные ногти я думаю все буду ходить и все будут обращать конечно внимание на такой маникюр конечно он крутой у меня еще есть две пластины еще пока нибудь сделаем другие еще у меня есть две пластины этой серии вот и все посмотрите как здорово я считаю что очень здорово ничего на самом деле сложного вы знаете ну ничего сложного круто так теперь мы с вами будем делать на большой палец уже цветок потому что здесь у нас два жука два две птички я хочу вам чтобы вам был понятен пример хочу показать один цветок то есть мы с вами все таки на большой палец сделаем большой цветок а потом уже без вас я сделаю в правую руку так 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 чтобы уже все рисунки вам покажу вот этот большой цветок большой палец большой цветок делаем для этого я фон возьму яркий вот этот возьму очень красивый розовый ярко-розовый да 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 возьмем ярко-розовый и сделаем вот так вот так подождите вот это самое сложное очень широкий рисунок и это очень сложно сделать ой 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 не почистила штамп ладно здесь получится вот он красавчик а вот у нас розовый посмотрите все перенесли сейчас то что мне чуть-чуть испачкалась я подправлю палочкой это ничего страшного у меня гейлак я могу себе это позволить видите какой широкий рисунок но все перенеслось все хорошо вот такой цветок сейчас увидите какой он будет красивый очень симпатичный теперь мы делаем черный контур сначала черный не советую вам делать точки вот эти вы замучаетесь потом как его подставить соединить эти легче сделать сначала черный а сверху белый поэтому советую так сделать там смотрите сами это я вам говорю это творческий процесс тут нет никаких правил как хотите так и соединяйте вы творите вы делаете грубо говоря картину вы можете сделать вот такой зеленый темно-зеленый листок на него светло зеленый листок с веточкой да вот этого и сверху посадить любого такой цветочек хотите вот такой сделать это вот такой отсюда соедините с этим тут нет никаких правил как хотите так и делайте как вашей душе угодно как вас фантазии Хватит, я вам показываю, мне специально подписчик попросила, она говорит, купила, не знает что с этой пластиной делать, как вообще что лучше, вот я вам показываю как я показываю, как я вижу вот эту пластину, да, как мне хочется это сделать, а это вот ну как вы хотите так и творите, тут нет никаких правил, как хотите делайте все, мы соединили цветок, теперь нужно сделать белую серединку я хочу белую, вы можете хоть серо-бурмалиновую, как вашей душе угодно мы делаем белый, вот у меня белый Born Pretty, сегодня я использовала все лаки Born Pretty, кроме коричневой ветки от Николь Дарри, сейчас заказала коричневый, хочу заказать, еще не заказала, хочу заказать коричневый, уже в корзину кинула, но еще не заказала, мне девушка подписчица скинула садди, дешевле стоит без платная доставка лаки Born Pretty я сейчас не буду заказывать, попозже закажу, но корзину уже кинула, там будет коричневый вот и новиночки тоже так, все, белый делаем белым вот он все, девочки, вот точечки, видите, как красиво сейчас я сниму вот здесь попало немножко на лак белого, но это ничего страшного вот, все, мы подправили все, смотрите, сегодня даже пальцы чистые пальцы чистые сейчас я покрою эту руку, чтобы когда я буду делать правую я, не дай бог, что-то не задела и потому что рисунок очень сложный я сейчас покрою топовым покрытием сразу при вас левую руку чтобы, не дай бог, тут ничего у меня, как говорится не смылось буду использовать топ Азур а хотя вы знаете сегодня же у нас лак Венелиса где у меня лак Венелиса мой вот лак Венелиса же у нас тогда топ возьму тоже Венелиса вот топ без липкого слоя я забыла, что лак Венелиса все то, что топ Азур мне очень нравится но Венелиса у нее шикарный блеск сейчас я нанесу Венелису сегодня буду покрывать двумя слоями чтобы защитить стемпинг многослойный вы можете делать как вам угодно хотите один хотите два я вам говорю, как делаю я как бы я дилетант я не мастер по маникюру поэтому претензий ко мне, пожалуйста, не предъявляйте как многие делают что я чуть ли не из пальмы слезла ничего не умею я делаю, я просто показываю как делаю ее я вы можете как бы делать как вы считаете нужным крутой, крутой маникюр, девчонки крутой на самом деле это не так сложно как я думала честно говорю, думала это более геморрой но на самом деле нет тут самое главное продумать сочетание вот все, что самое главное лампа Sunway One на минуточку минуту сушим ссылки на нее оставлю кому нужно значит, смотрите, девочки сейчас я буду делать второй слой вторую руку но те же самые абсолютно рисунки но мне нужно сделать чтобы птички понимаете тут же рисунок у нас не зеркальный не зеркальный рисунок поэтому птички я поменяю местами там у нас была на среднем то есть я их поменяю одну сделаю на безымян другую на средний потому что они если я сделаю так же как на этой руке то они будут смотреть не на не на жучков своих поэтому я их поменяю местами сейчас досушу вам покажу вот смотрите лак высох это топ без липкого слоя смотрите если я сейчас вот эту же птичку посажу сюда она будет смотреть в эту сторону а мне нужно чтобы она смотрела на жука поэтому сюда я теперь буду сажать вот эту птичку вот эту а эту посажу вот сюда поняли и жучков наверное тоже ради интереса поменяю местами этот сделаю на мизинец а этот сделаю на указательный вот так вот цветок оставим на прежнем месте вот такая у меня задумка чтобы не тратить ваше время вы уже поняли перенос сейчас я сделаю вторую руку покрою топовым покрытием и вы посмотрите что у меня получилось ну вот и все девочки я закончила посмотрите как много лаков мне сегодня понадобилось чтобы сделать этот маникюр мою задумку конечно вы не обязательно должны делать точно как я просто я вам хотела показать возможности вот этих двух пластин в этой серии еще есть несколько пластин они у меня тоже есть обзор есть на канале ссылочку я оставлю на обзор этих пластиночек посмотрите значит смотрите видите жучки у нас с мизинчика перешли сюда и наоборот боже коровка теперь здесь на мизинчике и птички смотрят на своих жучков то есть если бы я сейчас повторила полностью как на левой руке то бы птички смотрели в разные стороны а мне этого не хотелось а цветок также остался на месте я сейчас все сфотографирую чтобы вы разглядели все-все детали маникюра по-моему очень оригинально очень яркий получился такой маникюр в общем я на самом деле думала что это будет сложнее на самом деле оказалось не так сложным главное помнить о том что когда вы переносите рисунок сильно не нажимайте на штамп слегка перекатом чтобы он не брал лишнюю грязь с пластины слегка опа и он возьмет то что нужно именно рисунок все потренируйтесь на бумажечке подберите сочетание лучше к этим рисунком орнаментом посмотрите какие у вас лаки есть я конечно же обязательно в описании под видео оставлю ссылки на все вот эти лаки и на вена лиса очень классный лак достаточно пигментированный шикарный и желтый и зеленый и топовое покрытие тоже оставлю ссылочку оно без липкого слоя сегодня я сделала два чтобы защитить стемпинг потому что очень красивый рисунок ну все девочки пишите ваше мнение как вам мой маникюр как вам моя задумочка сегодняшняя понравился ли вам маникюр я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы напишите у кого есть такая пластиночка делали ли вы с ним маникюр получилось у вас или нет ну все надеюсь я была вам полезна до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон